Hello, hello, my little friends! Здравствуйте, здравствуйте, мои маленькие друзья! Вы на канале английский для начальной школы. Мы с вами продолжаем учиться читать. Сначала мы с вами повторим общую теорию чтения. Вы ее не забыли, повторяли, да умнички мои. Итак, в английском языке 26 букв и 44 звука. Это говорит о том, что чтение английских слов и предложений нелегкая работа. Труднее всего читать гласные буковки. Их чтение зависит от того, в ударном или безударном слоге они стоят. Кроме того, если они стоят в ударном слоге, то они подчиняются четырем правилам чтения. Выбор правила зависит от того, в каком типе слога стоит гласная буква. Первый тип – открытый слог. Он заканчивается на гласную букву. Буква И в конце слова, как правило, не читается. Гласные буквы в первом типе слога, как читаются, как называются. Часто читаются, как называются. И сейчас мы с вами повторим тренажер по первому типу. А потом мы с вами напишем диктант. Вы должны были выучить слова. И уже новые слова мы с вами выучим еще по второму типу. Итак, мы повторим правило. Буква И в открытом типе слога, это первый тип, читается, как называется в алфавите, как «эй». Читаем вместе. «Нейм», «лейк», «тейбл», «рейдо», «кейк», «плейн», «плейт», «мейк». Остановили видео и поднялись самостоятельно вверх по лесенке. Следующий столбик. «Тейк», «крэйзи», «джэйн», «дэйв», «грэйпс», «фэйс», «фэйвэрит», «гейт», «скейтс». Умнички! Остановили видео и поднялись вверх по лесенке. А мы с вами повторяем, что такое первый тип, общую теорию. Второй тип – это у нас закрытый слог. Он заканчивается на согласную букву, кроме буквы А. То есть на все 19 согласных, ребят, кроме буковки А. У каждой гласной во втором типе свое правило чтения. И сейчас мы с вами прочитаем тренажер. Буква А в закрытом типе слога. Второй тип читается как Э. При произнесении этого звука, да, помним, мы челюсть должны чуть-чуть опустить вниз. Э. Э. Умнички! Давайте прочитаем эти слова. Кэт, фэт, хэт, бэт, кэп, кэн, мэн. Поднялись вверх по лесенке. Мэн, кэн, кэп, бэт, хэт, фэт, кэт. А теперь остановили видео и прочитали самостоятельно. Если у вас что-то не получается, отмотайте назад, еще раз прослушайте, а потом прочитайте. Второй столбик. Энд, энт, сэд, тэп, трэм, пэм, лэмп, флаг. Поднялись вверх по лесенке. Флаг, лэмп, пэм, трэм, тэп, сэд, энт, энд. Умнички мои солнышки! У вас так хорошо получается! Молодцы! Остановили видео и самостоятельно вверх и вниз прочитали. Итак, мы повторим с вами правила. Буква эй в закрытом типе слога. Второй тип читается как э. Давайте еще раз повторим слова. Сейчас у нас будет с вами диктант, именно письменный диктант. Сейчас мы повторим, как называются эти слова, а потом напишем. Поехали! Энд, муравей, лэмп, лампа, флаг, флаг, кэт. Кот или кошка. Эппл. Яблоко. Заметьте, в слове эппл две буквы пи пишутся, но читается только одна. Рэббит. Кролик. Опять, да? В слове рэббит две буковки би, но читается только одна, а пишутся две. Паррот. Попугай. В слове паррот, да, тоже видим две буквы а. Джекет. Куртка. Обратите внимание, си и кей дают один звук к. Джекет. Куртка. И кенгурю. 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 А теперь приготовились. Будь диктант. Итак, ребятки, буква Эй в закрытом типе слога во втором типе. Как читается? Ну-ка, кто мне скажет? Молодцы, молодцы. Да, слышу, слышу. Да, как Э. При произнесении этого звука мы челюсть опускаем вниз. Помним, да? Вы уже написали у себя? Угу. Все, тогда я ответ пишу. Вот, как Э. Такая же у вас, да? Все, если вы правильно так же написали, значит нам плюсик уже. Все, умнички мои. Итак, муравей. Давайте вспомним, как муравей будет. Помните? Совершенно верно. Да, это Энт. Вы уже, наверное, написали, я вам ответ уже пишу. Энт. А лампа? Написали уже все? Совершенно верно. Лампа будет. Лэмп. Умнички мои. Лэмп. Лампа. Лэмп. Закрытый слог, видите, да? Согласно заканчивается. Закрытый слог. Поэтому как Э читается. А флаг? Ну, тут все знают совершенно верно. Правильно, это у нас флаг. Вы уже написали? Угу. Все, пишу тогда ответ. Флаг. Флаг. А кот? Это самое легкое, да, скажете вы. Мы уже написали. Это кат. Все? И я пишу тогда ответ вам. Это у нас кат. Молодцы, умнички мои. А яблоко? Тут уже чуть-чуть посложнее, да? Вот эти все. Пять слов. Да-да-да, правильно, Эпл. Правильно думаете. Это Эпл. Уже, наверное, написали? Я пишу тогда ответ. Эпл. В слове яблоко две буковки Пи. Эпл. А кролик? Правильно, правильно вы думаете. Это Рэббит. Пишу уже ответ. Рэббит. Все это у нас закрытые слоги. Попугай. Помните? Совершенно верно. Это Пэррот. Я уже пишу ответ, потому что вы уже у меня умнички. Вы все выучили, уже написали. Пэррот. Попугай. Отлично. А куртка? Не забыли вы? Самое такое интересное слово. Да-да-да, совершенно верно. Это Джекет. Это у нас куртка. Джекет. Си и Кей дают один звук. И огромнейшее слово. Большущее-большущее. Кенгуру. Как будет кенгуру? Да-да. Кенгуру. И напишем с вами последнее слово. Кенгуру. На конце две буквы О. Да, написали. Умнички мои. Давайте проверим. Если у нас все правильно, мы ставим с вами плюсики. Здесь у нас будет Э. Если у вас так же, ставим плюсик. Муравей. Энт. Если вы точно так же написали, ставим плюсик. Лэмп. Тут все правильно. Флээк. Кэт. Эппл. Рэббит. Бэррот. Джекет. Кенгуру. Если у вас точно так же получилось, то вы смело можете себе поставить вот такую красивую пятерку. Потому что вы у меня огромнейшие молодцы. Вы не только знаете, как читаются эти слова, но умеете еще их писать. У нас скоро с вами будет огромный-огромный словарный запас. С помощью этих слов мы с вами будем уже говорить, строить предложения. Это будет очень здорово. Итак, мы сейчас с вами выучим новые слова. Но перед этим мы с вами прочитаем тренажер. По второму типу, по закрытому слогу я вам приготовила новые слова. Итак, ребятки, буква Э еще раз повторю в закрытом слоге. Когда ее закрывают согласные буковки, будет читаться как Э. Я вам приготовила новые слова, чтобы лучше закрепить. Поэтому внимательно прослушайте. Сейчас я вверх спущусь, а обратно, вниз я вернее спущусь, а вверх по лесенке мы уже вместе с вами повторим. Потом восстановите видео и прочитайте самостоятельно. Если что-то непонятно, то обязательно прослушайте еще раз видео, как произносятся правильно эти слова. Вы обратили внимание, что здесь стоит восклицательный знак. Запомните, это слово исключение. Вы скажете, это же открытый слог. Правильно, открытый, а читается как в закрытом. Поэтому слово исключение, мы поставили тут восклицательный знак, нам просто его нужно запомнить. С на конце читается звонко, потому что после она идет гласной буквой. Мы с вами эти слова уже учили. А теперь громко повторяйте, вверх по лесенке мы с вами поднимаемся вместе. Останавливайте видео и самостоятельно читайте, вниз спускаетесь. А мы идем дальше. У нас с вами второй столбик. Кенгуру. Кенгуру. Happy. Счастливый. Giraffe. Жираф. Daddy. Папа. Grandma. Бабушка. Grandpa. Дедушка. Остановимся. Смотрите, в слове daddy пишем две буквы, где читается только одна. Итак, ребята, мы с вами пополняем наш словарный запас. Мы сегодня с вами на уроке выучим написание и название следующих слов. Это слово daddy, нам оно в тренажере уже попадалось. Grandma, бабушка тоже попадалось. Grandpa, дедушка. Я там в тренажере перепутала, но я специально это сделала. Думаю, заметите вы или нет. Вы, наверное, обратили внимание. Grandma, бабушка, grandpa, дедушка. Can. Мочь уметь. Thanks. Спасибо. Вот эти слова мы с вами сегодня должны выучить написание этих слов. Thanks. Спасибо. Повторяем. Обратите внимание. Ти и Эйч. Язык острый, высовый между зубками. Th. Th. Чтобы это было красиво и правильно. Can. Мочь уметь. Буквка си здесь будет читаться как к. Can. Grandpa. Дедушка. Grandma. Бабушка. Daddy. Папа. Еще у нас будет несколько слов, ребяточки. Да. Здесь у нас будет слово еще family мы с вами выучим. Black и magic. Так что готовьте свои ручки, цветные тетрадочку, и мы с вами приступаем. И у нас с вами первое слово. Это слово Daddy. Папа. Пишу я вам его. Daddy. Вы точно так же красной ручкой пишете. Daddy. Папа. Буква Э у нас в закрытом слоге читается как Э. Для себя вот здесь написали папа, потому что слово новое. Поэтому мы должны с вами не только запомнить, как оно называется, но еще и выучить написание. И прописываем, обязательно вслух проговариваем, потому что ушки повторюшки. Да, они все слышат. И мы все начинаем повторять с вами. Daddy. Папа. Daddy. Папа. Daddy. Папа. Вот мои умнички. Везде буковку Э подчеркнули и написали звук. Это у нас звук Э. При произнесении мы челюсть опускаем вниз. Daddy. Папа. Домашнее задание вам прописать еще две строчки. Но перед диктантом, перед нашим, попросите своих близких, чтобы они вас проверили, правильно ли вы запомнили эти слова. Итак, ребятки, вам нужно выучить слово Grandma к следующему уроку. Grandma. Это у нас бабушка. Бабушка. Слово большое, поэтому по три строчки не лепите. По три слова на строчке получается. Поэтому, а мы знаем, что минимально мы, чтобы выучить слово, запомнить написание минимально, это 15 раз нужно прописать. Вы самостоятельно сделаете Grandpa. Дедушка. Grandpa. Дедушка. 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 Тоже пропишите. Получится у вас тут несколько этих. Раз, два, три. Если надо, то больше. Обязательно повторяйте эти слова. Итак, у нас слово can, ребятки. Can. Мочь, уметь. Мочь. Уметь. Это вообще волшебный глагол. Мы когда будем уметь... Ой. Когда мы с вами будем изучать грамматику, вы потом поймёте, почему я сказала именно волшебный. Пропишите. Раз, строчку. Два. Три. Thanks. Да, тут язычок острый. Не забывайте. Язык труд острый. Обводить кружочек не надо. Это я просто для вас отвела, чтобы... Это язычок острый. Это у нас спасибо. Спасибо. Пропишите. Три строчки. Дальше у нас family, семья. Family, семья. Семья. Ребят, я тороплюсь, потому что у меня разрешается камера. Я бы с вами с удовольствием поучила эти слова, мы бы вместе повторяли. Но, к сожалению, камера разрешается, поэтому я вам быстренько пишу. И, пожалуйста, выучите к следующему уролоку. Magic волшебный. Волшебный. Вы мои умнички. У вас всё отлично получается. И получится. Так. Magic волшебный. Ну и последнее. Это у нас black, чёрный. Black у нас чёрный. Чёрный. Тоже прописать две строчечки. Ребятки, кто не подписан ещё на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте лайки. Поддержите меня, пожалуйста, этим. Пишите комментарии, потому что мне очень приятно, когда вы пишете. Я вижу обратную связь. И меня это воодушевляет. И я начинаю больше для вас делать. And now the lesson is over. Bye-bye.